В Хабаровском крае за одну неделю июля пройдут сразу три крупных велоспортивных турнира, которые соберут сильнейших участниц женской сборной России. Регион примет чемпионат, первенство и всероссийские соревнования. 9 июля стартует парная гонка на 25 километров в рамках чемпионата и первенства России. Место проведения 35-й километр трассы Князеволконская-Сита. На следующий день спортсменки в рамках всероссийских соревнований посоревнуются в групповой гонке. 11 июля на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске велосипедистки разыграют медали в критериуме гонки с несколькими промежуточными финишами во время заезда. Соревнования возобновятся 16 июля в рамках чемпионата и первенства России на автодороге Восток. Состоится командная гонка. А 17 июля на трассе Уссури будут разыграны награды всероссийских соревнований. Завершит программу состязаний критериум на краевой набережной 18 июля. Об этом и не только поговорим с нашим гостем в студии Вадим Шульга, директор Центра спортивной подготовки сборной команд Хабаровского края. Вадим Александрович, доброе утро. Те соревнования, о которых мы сейчас заявили, вот насколько они вообще престижны, насколько они высокого ранга? Доброе утро. Эти соревнования являются вторыми по значимости в Российской Федерации. Дело в том, что совсем недавно, в июне месяце, прошел чемпионат России по олимпийским дисциплинам. Данные дисциплины, которые будут проходить у нас, они не входят в олимпийскую программу. Но они не менее значимы, потому что они также, скажем так, являются подготовительными для участия в олимпийских играх. Я понимаю, что сейчас это может для спортсменов быть таким трамплином, чтобы в дальнейшем попасть в олимпийскую сборную нашу? Да, однозначно, всегда есть шанс у спортсменов, в том числе и у наших девочек, хабаровчанок наших, которые мы тоже надеемся, что успешно выступят. Потому что опыт 2019 года показал, что когда впервые в Хабаровске проходило такое большое значимое мероприятие по этому виду спорта, наши девчонки очень успешно выступили и в двух дисциплинах завоевали серебряные медали. О, это приятно. А каких спортсменов мы ждем на соревнованиях? На самом деле уровень спортсменов будет очень высок. Они будут представлять 11 регионов, заявилось у нас, порядка 90 человек участников будет. Уровень – это и призеры, и чемпионы чемпионатов России, да, и призеры перенств России, перенств Европы, ну и членов сборной Российской Федерации, можно сказать. А зрители могут присутствовать, смотреть, наблюдать, болеть? Конечно, будет здорово, если зрители будут присутствовать на этих соревнованиях. Но единственная, наверное, та история, которая будет проходить на федеральных автодорогах, ну, наверное, зрителям сложновато будет добраться туда. И придется добираться туда загодя, потому что дорога будет перекрываться, либо идти очень далеко пешком. Ну, и самое интересное, то, что будет проходить непосредственно в городе Хабаровске, будет задействована центральная улица города Хабаровска, это Муравьево-Мурскало. И территория вокруг площади Ленина, это гонка Критериум, наверное, самая смотрибельная такая, самая интересная, где, ну, спортсмены всегда, скажем так, в обзоре у зрителей. И она такая очень насыщенная, потому что если мы берем те гонки, которые проходят на автодорогах, да, то есть мы видим старт и финиш. То есть борьба, которая идет по трассе, видят только тренеры, сопровождающие, да, и судьи. И именно когда в городе проходит Критериум, всегда борьба, вот, скажем так, на виду. А вот гонка, которая в городе как раз-таки пройдет, когда она состоится и во сколько? Ну, гонка Критериум, которая пройдет в городе 18-го числа, это будет, ну, первая половина дня, однозначно. 18-й или. А какие еще крупные турниры Хабаровс готовится принимать? Ну, если мы говорим про 21-й год, то хочу напомнить, да, у нас прошло очень много значимых мероприятий. Это, в первую очередь, первенство России по греко-римской борьбе, да, ну, много о нем говорили. Очень позитивные отзывы и от специалистов, и от спортсменов, и от зрителей мы получили. Также у нас прошел международный турнир по боксу, который приняло больше 20 стран. Также аналогично мы получили очень позитивные и положительные отзывы от зрителей, что нам тоже очень понравилось, да, полный зал народа был на финале. Прошел чемпионат, финал чемпионата России по баскетболу 3 на 3. Очень такой большой, красивый, серьезный турнир получился у нас. Сильнейшие спортсмены приезжали сюда. И приятно, что участвовала наша команда, заняла шестое место по итогу, да, участвовала во всех тандемах, которые проходили в Российской Федерации. Также хотелось бы отметить, что прошел традиционный турнир по дзюдо, памяти Ощепкова, тоже, который собрал сильнейших спортсменов по этому виду спорта. И на следующий год мы однозначно планируем, что у нас в планах провести наш традиционный турнир по греко-римской борьбе, ой, прошу прощения, по международному турниру по боксу, памяти Короткова, и турнир памяти Ощепкова по дзюдо. И также у нас планируется проведение в Хабаровском крае чемпионата России по тяжелой атлетике. Это такого мероприятия тоже в Хабаровске не было, но пройдет впервые. Оно очень значимое. Там сильнейшие спортсмены по этому виду спорта соберутся в Хабаровском крае. Ну и такое большое значимое мероприятие, как фестиваль боевых искусств, которые традиционно проходят в Хабаровске весной и собирают более тысячи участников. Всегда очень интересно, всегда очень значимо и престижно его проводить. А вот олимпийцев мы в этом году ждем? Интересно. Да, у нас к руководителю нашего края Михаил Владимировичу Дегтяреву обратился господин Матыцын, министр спорта Российской Федерации, с просьбой оказать содействие в подготовке и приемке олимпийских сборных команд, которые будут у нас готовиться. Ну, в первую очередь, это по трем дисциплинам велогонок. Это велогонки шоссе, затем BMX, такая модная, интересная, очень яркая дисциплина, и маутинбайк. Тоже сборные команды Российской Федерации олимпийские будут готовиться в Хабаровске. Помимо этого, к нам приезжает очень представительная сборная по фехтованию, которая, ну, очень такая, скажем так, собрала весь цвет этого вида спорта, который у нас в России есть. Все приедут, все сильнейшие спортсмены. И также будет готовиться у нас сборная России по прыжкам на батуте. Приятно, что Хабаровск такая точка спортивного притяжения. Дисциплины такие интересные сейчас назвали. Да, дисциплины очень интересные. Ну, наверное, наша цель, наша задача, наше все – сделать Хабаровский край спортивной столицей Востока России. Ну, мы желаем вам успехов в этом деле. Спасибо вам большое за ответ на вопрос. Вадим Шульга был на студии, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края.